Я думаю, что мы заслуженно победили, не оставили сомнений в нашем превосходстве. Ребята молодцы, особенно учитывая то, что большая группа давно не играла, и взаимодействие новое, и тонуса игрового, такого ритма нет, но за счет отношения к матчу, правильному настрою, мы смогли активировать им взаимодействие, мастерство и такой хороший футбол. Я думаю, это самое важное сегодня. Ну и для клуба был важен проход, и мы эту задачу решили. За какого игрока, который отличился, особенно? Мне очень бы хотелось, чтобы Дима Сасин забил. К сожалению, вот так ребята, и Костя, и Свят, и Данила, как бы все так отличились. Еще могли забить, много двигались, много прессинговали, много правильных действий совершили, поэтому мы довольны, прежде всего, отношениям к делу. Погодные условия, которые сегодня в Московской области остановились, как-то заставили им вести коррективы? Мы планировали, в принципе, сделать коррективы перед матчем, но выйдя на поле уже по ходу дела, ребята правильно подстроились, одна половина была готова, и на этой половине, в принципе, первый тайм весь прошел. Там возможно было комбинировать, возможно было играть правильный футбол, что мы и сделали. Очень много сегодня околом угрожало стандартов, забивало стандартов. Соперник был не готов, как считается? Почему ты готов? Ну, я думаю, мы по антропометрии превосходили их, и стараемся как бы много этому компоненту уделять внимание. Сейчас пойдет погода холодная, и уже, может быть, не будет такого большого количества времени для реализации стандартов, поэтому очень важно было вот эти последние деньки отработать, чтобы до автоматизма какие-то вещи довести. Со всеми все хорошо после матча? Да, пока, слава богу, все нормально у нас. Увидел уровень разных лиг, и я не могу сказать, что мы уж настолько слабы, но игра сегодняшняя именно показала так, что мы еще не дотянули до уровня первой лиги на NFNL, и, еще раз говорю, это не значит, что сегодня силы именно так и распределены. Вот. Ну, ребята доработали, доиграли, пусть там счет крупный, но, еще раз говорю, они выложились до конца. В том графике и в том состоянии, в котором они сегодня были, значит, это именно сегодня. Вот. И, наверное, усилить игру нечем было. Единственная была возможность дать отдохнуть ребятам некоторым, и дать возможность сыграть в Кубке России ребятам, ребятам, которые даже, наверное, не играли в этом году в ФНЛ-2. То есть это вот единственное, я могу хорошее для себя взять, что как бы дали шанс поиграть и почувствовать, что такой другой уровень игры. Многие отмечали вашего маукипера. Согласны, что Лигер Сухоносов стал мировым, ставящим команды? Он играл с Балтикой 0-0 весь матч. Так что сами можете подумать, есть у него какой-то определенный... Конечно, есть. То, что сегодня он пропустил, там, его вины, я думаю, может быть, только в штрафном. Не получилось концентрация, а может, погодные условия. Все остальное. Это очень хороший вратарь. У него хорошая школа, по-моему. Если я не ошибаюсь, потому что я как бы еще не точно, он, по-моему, прошел в школу локомотива, и за ним следят. И сегодня были на поле ребята 2002-2003 года рождения. То есть, наверное, я думаю, человек шесть у нас прошло. Так что это хороший, я еще раз говорю, хороший урок для того, чтобы развиваться. То есть, вот по сегодняшнему Акрону можно смотреть, куда надо идти вперед. Очень много там угрожалось стандартность угловых. В первом тайме, в втором лагере, обращали внимание на стандарты, а у Леонидовича у нас соперника «Артония». Не, мы много это. И мы, между прочим, заметили по играм. Играли вы «Волгу», «Ульянов» 2-1, обыграли 0-0 «Рубин» и 3-3 «Солани». И мы как бы последние три игры анализировали. Хотя время у нас было всего два дня до этого. И проверили теорию. И мы сразу отметили, что Акрон выделяется стандартами. Стандарты у них. И сегодня они, как бы все равно я увидел, все они сделали. У них есть розыгрыши, к которым мы были готовы. И знали, что у них есть высокие ребята, на которые это... Ну, еще раз говорю. Значит, мы сегодня были чуть-чуть не сконцентрированы на стандартах. Потому что стандарты сегодня были очень опасные. И я думаю, что это не все было у них. Стандарты очень хорошие. Акрон выделялся именно стандартами. И чем отличались, например, от 0-0 с Балтикой, то Акрон сыграл намного агрессивней во второй-третьей зоне. То есть они прессинговали, они все время завали в зоны. То есть скорость игры увеличивали. Вот из-за этого, может, и у нас не хватило. Именно равной игры с ними. Продолжение следует...